Творческая студия позитивного мышления, тела и позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту, Саймфуде. Ресторан Лакофеда Бьюти. Уже приготовила себе такой ассиалад. Мой такой ланч, поздний ланч, как в Париже. Включила совершенно уникальное посылание любви к Лаузу Джоу. Сейчас пойду кушать. Мой такой, ну там, ближе к Белку, не на трон. Что бы вы такие вы чувствовали? Каково это? Войти в комнату, светясь любовью. Воздистили любовью всех присутствующих на все нападающиеся в ней души. Что это за ощущение? Прочувствуйте, ощутите. С каждым разом это будет получаться у вас все лучше и лучше. С каждым разом вы станете войти в комнату, светясь любовью. С каждым разом вы станете все сильнее ощущать посылание любви. Как это здорово. Светиться любовью и звучать любовь. Как это великолепно. Светиться любовью и звучать любовь. Смотреть на мир глазами. Рависти и счастье самыми разными способами. И чем больше вы научите, тем больше сможете дать Богу. Если у вас ничего нет, то вам нечего дать. Часто, когда мы стремимся что-то привести, то считаем это боевение эгоизма. Испытываем чувство веры. Но в действительности, чем больше... Я сполосну под носик, мой эксклюзивный. Теперь я вас сполосну. Под носик я уже сполоснула. У меня постельное белье стирать в моей стиральной машинке. Ох, это фиолетовая стиральная машинка. Эксклюзив. Такой просто супер-эксклюзив. Сейчас я добавлю холодной кайваричкой. Уже приготовилась теперь такую золотую чашечку из моего сервиза. Буду пить воду из золота. Напитываться энергией золота. Ох, да. Ох, это Татьяна Саламановна. Не воскакуйтесь на деталях. Созреботочьте внимание на том... Сейчас я побольше открою. Побольше открою провятливания. Итак, вы излучаете любовь. Она идет от вас инфлюзивно, воздействуя на все вокруг, вызраивая все обстоятельства таким образом, чтобы вы добились другим. Вот почему следует позволять любви возвращаться к вам. Ощутите, почувствуйте прямо сейчас, как это здорово светиться любовь и буквально спасет излучать ее пространство, оказывает влияние на все вокруг. Светиться любовью, излучать любовь. Позвольте любви, вернуться к вам. И чем больше любви, хватает процентов. Излучать любовь и почувствовать, как эта любовь многократно возвращается в потоки этой любви. Ох, шикарный, шикарная вообще медитация Клауса Джонса. Совершенно шикарная. Я его писала в моей книжке. Тайная психология денег, секреты богатства и процветания. Так что вот. Ох, каково это чувствовать. Как это, получить возвращающуюся к себе любовь. Посылать любовь и получать эту любовь многократно при умноженном виде. Ох, шикарная, шикарная медитация. Совершенно шикарная медитация. Постельное белье я здесь стираю. Мои стиральные машинки. Сейчас принесу мой ланч. Будем обсуждать с вами. Ох, и какая. Такая супероргазмическая. А, тут нужен тур Romarica. Здесь немножко свету не хватает. Ох, и такая супероргазмическая. Такая супероргазмическая. Продолжение следует... 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 а то что так наверно супер великолепно хотя знаете такое платье одела знаете какие то такие эти речи знаете какое то такое такие эти речи речи не совсем знаете такое как бы а ну такое для ланча в общем это в общем просили делать более шот мои видео более шот более шот они наверное знаете сделаешь много маленьких видео это дороже стоит чем а знаете одно может быть большое даже не знаю как то вот так потом такое пожелание было что по в общем как то даже не знаю но какие то такие темы обсуждать знаете когда знаете вот за едой я ну а я знаете на самом деле у меня аж система какая вы знаете моя уникальная система отриана вот наслаждаюсь наслаждаюсь собой жизнью сделала себе такой салатик такой ланч салатик понимаете это шикарно насладиться собой природой погодой шикарной погодой в санкт-петербурге дышу свежим воздухом все у меня открыто проветривается постельное белье стирается так что вот кушаю хотя нужно может сапоги снять знаете как то для 30 градусов знаете слишком 30 градусов хочет конечно кондиционер надо было конечно еще так это холодненько холодненько еще такой у меня вообще душ не принимала я поскольку там это мылась вечером вечером часок такой спал мне был такой спа такой спа часок спа в моей ванной комнате такой душ знаете такой душ с любовью ну просто мне кажется ну во первых я у меня система такая я наслаждаюсь я снимала видео у меня в то же время как нормально идет у меня здесь одновременно наслаждаюсь собой природой вот я снимаю видео в таком этом режиме и более какие то может быть какие то темы такие вот как то обсудить за ланчем за ужином это может быть более как то не знаю как то можно сказать одно дело ты вот кушаешь и рассказываешь другое дело это просто села и вот говорить надо ну тут говоришь или что то такое вот хочешь сказать это немножко разная подача информации так что вот как то есть вот 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 секреты 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 секса книжечку читаем секреты секса другую книжечку тоже читаем секретах секса вот а если он и женится ну я не имею ввиду деньги деньги деньгам мы не берем вот этот вот момент понимаете какие то эти кланы вот это надо жениться деньги деньгам мы это не обсуждаем в рамках этой темы дау любви секса понимаете тантра тантра йога дау любви тантрический секс насколько он мечтает прыгать через костер о тантрическом сексе будет ли он вообще через костер прыгать с какой-нибудь девушкой за руку вот вы поняли да если уже добилось так что он влюбился понимаете вот он влюбился и у него возможно один вариант понимаете как кто то удержается жениться а если он влюбился значит он так ее хочет интересный момент правда а как вы мне представляете я об этом буду говорить понимаете сейчас за соцелоту беру вот это вот такая сяду перед вот эти знаете перед этой видеокамерой и буду понимаете такие вот такие знаете мои такие знаете рассуждения рассуждения читаю читаю книжку не будем читать я там уже часть прочитала из этой книжки и из другого где там эта книжечка была время любви так что вот время любви другая книжечка где это где это этот ротик это был где это была суперская книжечка ну да порно звезда на тренировке вот это вот порно звезда вот это горячие секреты великолепного секса горячие секреты великолепного секса а где моя такая волшебная палочка где эта волшебная палочка Татьяна Салмановна берется предположить что при больших деньгах при очень больших деньгах мужчина искушенный понимаете искушенный ну мы имеем ввиду тогда я не беру никакие нет лицо мы берем в рамках мужчина мужчина-женщина мы не берем какие-то другие понимаете вот эти вот аспекты что-то там такое мы это вообще не рассматриваем вы поняли, да? и мы рассматриваем вот tradition как говорится tradition как это научно называют я уже не знаю вот этого чтобы не ошибиться как же это сказать? нет я вам это представляю так вот выглядели а потом просто на камеру скажите Татьяна Салмановна а вы это скажите просто на камеру я не знаю я тренируюсь я просто знаете вот это вот всякие вот эти секс-шопы там какие-то игрушки а все это по ютубу смотрю и думаю как это люди вообще это показывают так спокойненько там массажи понимаете массаж этих вот этих я ж с ним загружала она такая спокойная ну она знаете там люди наверное они тренинги проводят да? они к этому так спокойно относятся они там много раз уже сказали показали совершенно нормально она берет эти полосы показывает как это массаж делать я вот там загружала я вообще то есть совершенно нормально понимаете как-то у них совершенно нормально получается ну вот но обучают они этому делаю там несколько раз загружаю иногда такие эти видео только не свободно об этом говорят такие ролики свободно об этом обсуждать ночью говорят приходите на наши тренинги мы вас научим там эти специалисты как бы они научат что-то В общем, это такой богатый мужчина, прыгает через этот костер в своей возлюбленной, понимаете, там купальскую ночь и вообще для него вот так вот решиться при таких деньгах, вообще при таком его статусе, прыгает через этот костер, но такое все равно может и с вам этом фазенде развести этот костер, и там никто вообще не видит, кроме охранников, ну что там, прыгай, пожалуйста. В общем, что, это приятные ощущения, это удовольствие, это то, как он ощущает, как он себя чувствует, вы понимаете, да? И по поводу тантры, понимаете, конечно, если там такой high-level класс, и он сможет, понимаете, вот этот вот получить оргазм всей своей, некоторые люди получают, знаете, как-то всем телом, как-то вот это вот, они просто говорят, что не надо концентрироваться на вот этом деле, как все обычно, ну там вот это вот эвакуляция, оргазм, в общем, как-то не надо, вот, да, но не все такие вот этот high-level, которые могут получить, знаете, вот это всем телом, как-то вообще такое вот это суперское наслаждение, и пребывать в этом экстазе, понимаете, это высший пилотаж, вот. Ну, уже такой супер-супер вариант, вообще покажите мне, покажите мне, вот, как говорится, таких гуру. Мы берем немножко ниже, да, это здесь мы берем немножко ниже, так что вот, такую планку немножко ниже. И вот так вот. И такой искушенный мужчина, он великолепно знает, что он получит там большее наслаждение, если она его будет хотеть, вы поняли, да? Значит, она должна получать от этого удовольствие. А не так, что, ну, как бы, ну, как-то вот это ладно, как-то вот, вы поняли, да? Вы поняли суть? Я говорю вам, рассказать подробности. Подробности мы в этих книжках почитаем. Я хочу посмотреть, что эти позы, что они по поводу пост этих пишут, по поводу, знаете, Камасутру мы с вами изучим. Татьяна Салман, мы с вами изучим Камасутру, и Татьяна Салман ее прокомментирует. Смотрите эти комментарии Камасутры от Татьяны Салман и Мактум стоит фудит. Ну да? Сейчас немножко уже сюда маски-цам подарю. Сейчас, если возьмусь. Один момент. Ох, вот такая, такая супер-супер-красовка, космическая звезда. Татьяна Салман-красовка. 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 Продолжение следует... 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 Потому что я сама не читала, знаете, в стипове Камасутра как там описывается. Много раз это так вот пролистывал, он немного раз как-то пролистывал, думаю, ну, в общем, как-то вот так. А просто у меня очень интересно это будет прочитать, и что они там такое, комментарии, какие они, вот, космические оргазмы. Секс, единение тела, ума и духа. Вот он, тантрический секс, понимаете, единение тела, ума и духа. Тантра. Только у меня самой, знаете, есть такие всякие курсы тантры, как они, знаете, там это, есть какие-то такие вот эти вот выездные семинары, как они планируют соединиться, вообще иметь космический оргазм, или что там, единение ума и духа, если там совершенно незнакомые люди как-то собираются, в общем, какие-то там тренинги, но они, наверное, тренируются. Вот, то есть это явно не может быть кем-то непонятным кем, а, в общем, на самом деле, вот это вот. Хотя, знаете, если посмотреть какие-то такие вот древние-древние традиции, есть же такой, был раньше такой ритуальный секс и вообще какие-то вот такие вот эти вот, но они больше, я не знаю, насколько там единение ума и духа, там больше наверняка рассчитано вот на этот, на секс, на очень хороший какой-то качественный оргазм, на какое-то вот такое космическое, такое удовольствие вот это вот, так что вот. Потому что я что-то там интернетила, там были какие-то раньше храмы, рассчитывая, что там они приходили, занимались этим, как они назывались-то, уж не помню, эти женщины какие-то совершенно как-то они назывались, девушки, вот, там они в этих храмах были, их взять оттуда было нельзя, ну, судя по всему, они там вот это рассчитывать, если там приходили, занимались чем-то таким вот, это что-то такое из древности, я смотрела, ютубила, вот, рассчитывать, что ты с ней соединишься и телом, и духом, и чем-то там вот этим, в общем, как-то, в общем, я не знаю, мне кажется, что это наивно, вот, я думаю, что речь там может, если мог, могло идти только на каком-то таком вот этом вот сильном органе, в общем, какие-то вот такие вот переживания, вот это вот. Так что, вот, ну, это мои какие-то такие догадки, потому что, в общем, как же они назывались, ну, мне сказано не ошибиться, мы потом посмотрим, я там это за это, за ютуб, на ютубе посмотрю. Вот. 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 Вот что сегодня, в моей волшебной сумочке. Ммм. лягушка лягушка с бриллиантами обратите внимание два сердечка лягушка с бриллиантами хорошая лягушка она еще со мной из америки приехала шикарная лягушечка ну я думаю что какие то вот такие вот так мы просто ближе понимаете ближе вот каким-то вот этим даже не знаю конечно для себя смотрела какие то вот эти очки то храм уж до этого так давно понимаете как так давно и что там такое я думаю что это в принципе вообще как-то рассматривать особо, особо, как бы, в принципе, не стоит. Ну, может быть, так, для какой-то такой вот, чтобы для общего развития, как-то посмотреть, чтобы знать. А так, в общем, что-то как-то это рассматривать, потому что это очень какие-то такие вот эти а... Ну, что-то очень далекое от реальности. Ну, что же мы будем подниматься уже так высоко к этим древнему храму, к какой-то любви, что-то там такое. Было ли это вообще? Или это мифология? Может быть, это мифология? Вот. Когда у нас здесь, значит, еще такие вопросы, это, понимаете, это полис бесплатного медицинского страхования. Вот я лечу зубы в бесплатной поликлинике по ОМС. этому бесплатному полису медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование, так что он государственное. Вот такие вот дела. Так что вот. Так что вот эти уж слишком туда-куда-то вот это вот так. В общем, как-то вот так. Кстати, очень милая женщина, очень позитивная. Здесь народу почти никому нет, кому нужно получить полис. Смотрите, здесь вот это на Долгоозерной, когда вот это угол Комендантского, Долгоозерной, напротив Пяти Озер, там сворачиваете направо, будет сначала, потом, Ротгосстрах, какой-то госстрах. Дальше идете, аптека, поднимаетесь по ступенькам, и там в аптеке, это очень милая женщина, где можно получить вот этот вот полис медицинского страхования, ну, временный, я получила временный, пока они оформляют постоянный полис медицинского страхования, бесплатный. Вот, передо мной всего одна там девушка была, такая очень симпатичная, темненькая девушка, всего там народу практически нет, очень позитивная женщина, которая ответила на мои вопросы, там, по поводу, ну, вообще, этого полиса, хотя, она даже сказала, что там можно было номер, знаете, если ее было попросить, она там даже номер, там, там номер не с восьмерками, она говорит, раньше бы сказали, я, по-моему, там посмотрела, чтобы номер, я говорю, ну, в общем, да, очень позитивная, очень позитивная, хорошая женщина, очень хорошее обслуживание, любезная, делала мне два раза, два раза к ней заходила, потому что первый раз она сказала, что не может мне выписать даже временный полис, вернее, она стала уже оформлять, она говорит, ваш СНИЛС, пожалуйста, я говорю, у меня нету СНИЛС, она говорит, вам сначала нужно СНИЛС оформить, а я говорю, у меня острая зубная боль, я говорю, на цитрамоне, на таблетках, обезболиваюсь, она говорит, ну, я не могу вам оформить, весь СНИЛС, вы сначала оформите СНИЛС, они работают до полшестого, там посмотрите на шаврова и приходите к нам я оформлю вам вот это поле современный пойдете лечить зубы у нас никак не получается так что вот так что это как-то опрометчиво что татьяна салмана не ждет всех миллионов долларов а то факт потому что при деньгах можно было уже давно съездить в платную клинику на такси и вылечить уже все зубы уже можно было уже быть на стадии имплантов ставить импланты потому что стоит дорого как сказала дежурная врача в 33 приклинику анна королёва государственная стандартная логическая она готова тоже жевательных зубов не осталось вам нужно делать ну как бы они импланты не ставьте государственные а вам как она сказала в общем зубы нужно делать так что вот нижние зубы со всех сторон нижние зубы там делать с трех сторон дальние зубы кстати я вам не советую затягивать этим делом потому что зубы должны быть в порядке потому что пищу нужно хорошо хорошо пережевывать хорошо хорошо пережевывать вот потому что чтобы как говорится она уже в желудок то есть чтобы она не падала знаете просто вот это вот не пережеванная в желудок что ничто не как говорится в пищеварительную систему это нужно понимать я только юрий анатольевич мог жить много много лет десятилетия так что вот он звук зубного вообще не ходил у него там он нашел на самом деле юрий анатолий зубном не ходила корни он не тащил и зуб он не лечил так что насколько я знаю лет 30 он наверное зубы не лечил он жил по всеми там сломанными корнями зубами так что вот со сломанными понимаете зубами одни там корни были вот это он так вот прожил много много лет ничего так что вот это все относительно и желудок у него редко болел когда болел он свежим картофель свежим картофелем лечил его то есть ты вот он мог грязные волос только выжималки выжать свежий картофель и лечить этим желудок так что вот я даже не удивлюсь он даже наливал этот картофель свою чашку которую там несколько дней пил кефир так что вот он считал что это извлечь это такая каждый по-своему живет вы поняли да так что что вам сказать а вы там посмотрите по интернету как вообще чукчи живут а кто был начальником чукотки миллиардер абрамович он наверное миллиардер абрамович знает как живут чукчи на чукотке он наверное исследовал этот вопрос ну да на сколько я как очень любитель раньше была смотреть орелы решка я почти все их выпуски раньше смотрела орелы решка И в одном из выпусков они говорили, что есть какое-то местечко, точно не могу сказать, какой-то регион, какое-то местечко, я не знаю, может быть, за границей, скорее всего, за границей, где достаточно мало народу живет. Мало народу, у них как-то почему-то к ним мало приезжает людей, вот, у них как-то, знаете, как там, ну не то, что все свои, а у них нет вот этого, как там, чтобы разбавить, знаете, вот это, чтобы дети рождались, такие вот, ну как это называется, разбавить, в общем, вот это вот их, вот это вот какое-то, ну это не комьюнити, это у них как это называется, это не комьюнити, вот какое-то такое-то место, поэтому там в Орел и Решке было сказано, что когда приезжают какие-то заезжие, особенно симпатичные мужчины, они с ними как-то вот это, полюбят поплиртовать, чтобы забеременеть, и чтобы вот родился вот ребенок, вы поняли, да, так очень интересно, так они так и сказали, ведь они даже это приветствуют, и к этому нормально относятся, в общем, как-то вот так, вот нам кто-то звонит, где мой телефон? Алло? Срочно? Да нет, я вам оставила сообщение, нет, не срочно. Хорошо, хорошо. Надо иногда подключить, знаете, сейчас мне нужно подключить. Сейчас я подключу батарейку. Мне нужно компьютер подключить. Сейчас я принесу. Здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Ну что, чайок? Ах, я такая оргазмическая тея! Ах, такая красотка! Ах, эти танцы! Ах, эти супертанцы! Эти супертанцы эротические! У меня такие пространства, в общем, так и подвинулась, красиво, правда, подвинулась у меня, получается, моя такая спальня, более как-то нужно, больше этой яркости, больше, знаете, как это называется, как, знаете, по телевизион продакшену, больше яркости или что-то такое нужно. Ну, в общем, так тоже, в принципе, шикарно, учитывая, что солнце, понимаете, солнце... Я подумала, может быть, больше прикрыть балкон, может быть, как бы такая яркость будет, но... Ну, давайте попробуем... Просто я, наоборот, его открыла, чтобы воздух был, свежий воздух, у меня открыто. Жара такая... Ну что, изменилось что-нибудь? Нет, в принципе, особо ничего не изменилось. Можно все-таки открыть. Я могу, конечно, трон двинуть дальше сюда. Сейчас я выдвинулась. Смотрите. Ох! Это наветочка. Немножко прикрылась. Нет. Сейчас я открою. Нет. Сейчас я открою. Что? Сюда поставлю. Сюда. Красиво. Красиво сюда. Ох! Сейчас, знаете, вот сейчас, смотрите, вот изображение. Ох! Здесь надо было сразу выставить красиво. Смотрите, сейчас прям как HD, да, идет. Вот оно. Я-то подвинула. Я-то ближе, знаете, я-то подвинула трон ближе, как говорится, к балконе, чтобы больше дышать воздухом. Вот. А надо было немножко сюда, немножко сюда. Как-то вот так, да? Ну, изображение по-другому стало. Сейчас я думала больше как-то сделать дизайн, дизайнер. О, конечно. О, отлично. Музыка. О, конечно. Музыка. Музыка. О, я его и вообще щетку. итак занимаюсь уборкой в моей квартире стираю мое пастельное белье в моей стиральной машинке это будет чистое застелить посудку помыть часть полов я уже протерла на днях мусор вынесла так что и вот часть одежды надо будет постирать ну и конечно основное это наслаждаться собой природой погоды тем более 30 градусов ну чтобы так нас баловала природа в Питере 30 градусов даже в Таиланд ехать не надо пожалуйста открыла все окна балкон открыла душ приняла в ванной комнате легкое платье надела купальничек надела и отдыхаю ну в принципе что люди наверняка к водоемам здесь в Питере я не знаю можно ли там купаться в этих водоемах питерских ну где наверное там к этим водоемам в пригороде много озер я представляю как в пригороде Санкт-Петербурга сейчас шикарно у меня самой надо вот ехать на железнодорожную 20 у меня есть это дача половина дома половина участка вот на железнодорожной 20 как то я так немножко сегодня кстати вчера как раз был такой юбилей три года как я там не была три года мы ездили с Василием Ряновичем три года назад 18, 19 19, 20, 21 21, три года ну у меня такой легкий у меня там ни туалета нет ни воды, ни холодной, ни горячей там особо вы поняли да там еще требует как говорится ремонта в общем это чтобы там нужно заниматься ремонтом чтобы как-то там проводить вообще летнее время конечно я там поставил в этом я такой шикарный шикарная покраска яркая внутри дверь цвета пуксистости шикарная вот так у меня там песком засыпана половина участка там ничего нету никаких ни насаждений ни огородов ни кустов ничего так что вот по американскому стилю и внутри там два гамака и там немножко немножко что там такое там два гамака сидячий, лежачий гамак вот практически там ничего у меня внутри нету так что вот ну все закрыто иногда уехали, закрыли так что вот вот так что вот Там, кстати, озеро есть рядом, рядом шикарные, есть, представляете, там просто шикардозные, вот эти вот соседи, у которых зам, зам, вот этой моей половины, эти два участка, они граничат прямо с озером, представляете, какой шикардоз? Я даже не знаю, как давали такие участки, прямо на берегу озера, не просто на берегу, а прямо с береговой линии, особенно там у Альбины, у нас такие там, там у Альбины просто вышел из дома, понимаете, и там прямо купаешься в озере, вот каждый день, понимаете, есть такие вот такие участки шикарные? Ну, такие вот дела, потому что там есть рядом, рядом озеро, но чтобы на это озеро пройти, пройти, с этой стороны оно участки, частные участки, а чтобы с другой стороны, со стороны леса, там есть подход, но это нужно идти минут 10-15 в обход, так что вот. Теперь, чтобы купаться в этом озере у Альбины, были сделаны такие мостки, такой мосток и лестница, потому что там такого спуска нет, вот по лестнице спускаешься туда, там достаточно глубоко, и плывешь, и плывешь. А еще мосточки проходите, проходите в конец участка, вот, и мосточки через это озеро, или как-то там такая пелелинка, не озеро какая-то, в общем, мосточки через воду туда, на ту сторону, ну, где вот это вот общественное, куда-то в лес идти, и общественное вот это вот, где можно, как говорится, в этом озере купаться с общественной стороны. Вот так было много лет назад, так было в моем детстве, когда я там была, я была, знаете, такая еще маленькая, была такая, в этом, в первых классах, такая маленькая была, в первых классах школы мы туда ездили, вот. Всей семьей, у нас там первый этаж с печкой, это как комната была, так что вот. Это когда моя мама, Тамара Петровна, вышла замуж на Юрия Анатольевича, а это дом был вот родителей Юрия Анатольевича, мужа моей мамы, так что вот. Это Юрий Григорьевич получил этот участок, как участник войны, он принимал участие, был, в общем, воевал, так что, велико отечественную войну. Так что эти мосточки, я рассказала, это было давным-давно, знаете, ну, в общем, так было и в детстве, когда мне было 9 лет, 10 лет, и так же было, когда мне было, наверное, 20 лет, а сейчас мне 49. Так что вообще-то вам не могу сказать, сохранились ли там эти мосточки, вообще вот это вот, потому что, ну, прошло, я там уже, наверное, не была, на их вот этой вот, как говорится, ну, больше 25 лет. Так было, знаете, как минимум 25 лет назад. И вообще у них там дом был на двоих, второй верхняя часть была у кого-то другого. Так, так, так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, о чём это я стала говорить только с лихтей вот этих, вот давайте не будем туда углубляться куда-то. Давайте всё-таки ближе, так что я сказала, загородно, понимаете? Одно дело поехать там, понимаете, там половину дома, одно дело едешь в какой-то шикарный дом, понимаете, там всё, там VIP вот это вот. Сейчас ещё эту серию загружу фильмы между нами девочками. Смотрите, как у неё там вот женщина, богатый мужчина, жених, такой шикарный дом, почти как у Билла Гейтса. Умный дом с умной системой, этой системе говоришь, типа включи мне какую-то музыку или включи мне печку или включи мне плиту или выключи плиту. и она всё делает сама. Включи мне какую-то песню, она включает. Заходишь в туалет, она здоровается. Так что вот, шикарный дом, шикарный участок, VIP, понимаете, вот это вот всё там шикарное, понимаете, конечно, шикарные комнаты, шикарный дом, шикарная территория, всё по высшему стандарту. И они не знают, чем заняться. И, конечно, эта женщина, родственница этого мужчины, ей как раз как говорили, я вчера ночью смотрела часть этого фильма. Вот, и она как раз ей советует, потому что тот уже там пошёл, там, знаете, вот это вот, а этих же мужчин, там, вот такой вот он гулящий-то вот это вот. А тут на ней как-то остановился, она ей говорит, она тоже, знаете, сначала говорит, вот она с тобой, может быть, я там в своей фирме буду работать, он её отговорил, говорит, зачем, зачем деньги нам, я хорошо зарабатываю, нам деньги не нужны, сиди дома.